Страшный недуг в последние годы не щадит ни молодых, ни зрелых. Ракомолочной железы сегодня болеют как 20-летние актюбинки, так и бабушки, разменявшие восьмой десяток лет. Так, с начала года опасное заболевание выявлено у 112 жительниц области, у большинства методом скрининговых обследований. Ежегодно в нашей области, как и по всему Казахстану, проводятся скрининговые обследования в определенном возрасте, начиная с 50 лет. В этом году, на сегодняшний день мы уже провели 73% этих женщин, охватили медосмотром и выявили 14 случаев раков молочной железы в скрининговом возрасте. Только в этом году рак молочной железы унес жизни 40 представительниц слабого пола. Летального исхода можно было бы избежать, если бы актюбинки серьезнее относились к своему здоровью, сетуют врачи. Примерно в третий случай смерть обусловлена основными источниками риска. Это высокий индекс массы тела, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и табачных изделий. В первую очередь, женщины с гормональными нарушениями. Те, у которых есть проблемы с эндокринной системой, болезнью репродуктивной системы, ожирение, малоподвижный образ жизни, играет роль стрессоустойчивость женщин. И еще акушерский анамнез. Профилактика? На первую очередь, профилактика – это своевременное обращение к врачу, в наличии каких-нибудь жалоб. И лечение фоновых заболеваний. Есть такие патологии мышцной железы, доброкачественная, фикозно-кистозная мастопатия, фоновые заболевания, узловая мастопатия, фиброаденомы. При своевременном лечении женщины накладывают косметические швы, даже незаметные противночения. Врачи призывают Актюбина к немедля, а лучше прямо завтра посетить поликлинику по месту жительства, записаться на прием к мамологу и удостовериться в отсутствии опухоли, которая на первых порах никак себя не проявляет, но через какое-то время может вступить в жестокую схватку и победить. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».